Калугу Здравствуйте Здравствуйте Ну, во-первых, прошлый год был юбилейным 25-й по счету фестиваль Он стартовал с того, что открылся огромный монумент гитаре возле областной филармонии Приехало беспрецедентное количество музыкантов Несмотря на сложную международную обстановку Более 10 стран Можем ли мы рассчитывать хотя бы на такой масштаб в этом году? Или будет еще, может быть, лучше? Мы старались И я думаю, что мы проделали большую работу для этого Для того, чтобы к нам приехали гости не только из близких стран Но и гости из дальнего зарубежья И в этом году будут музыканты из 15 стран мира Включая Россию, включая страны СНГ и дальние зарубежья Дальние зарубежья Все сейчас сразу хотят услышать Будут ли испанцы, будут ли латиноамериканцы Марк Мендоз был в прошлом году Все знают, что он много лет уже живет в Соединенных Штатах Америки И, несмотря ни на что, он прилетел в прошлом году На что мы можем рассчитывать в плане музыкального состава в этом? Да, в этом году будут испанцы Это очень приятно И будут звезды испанской музыки Звезды фламенко Звезды классической гитары Будет звезда Ее называют голос фламенко Эсперанса Фернандес И будут музыканты из других стран Самое дальнее, наверное, кто будет у нас в этом году Это дуэт из Уругвая Будет Уругвай, будет Аргентина Будет Италия, будет Франция Будет даже страна, которая, к сожалению, так у нас отношения портятся Но, тем не менее, музыканты – это люди мира, вне политики будут и из Соединенных Штатов Америки Это легенды стиля фьюжн И все они с удовольствием едут И целый год просили нас сделать так Чтобы они приехали и играли здесь для России Для наших слушателей То есть они сами настояли, чтобы попасть на фестиваль? Да, мы им предлагали, безусловно, еще до пандемии приехать Но потом все стало меняться И когда они все получили визы Они нам писали восторженные письма Мы едем в Россию, мы едем в Калугу Это получается, что мы на данный момент уже можем сказать Что 26-й международный фестиваль «Мир гитары» Становится одним из самых представительных вообще за всю историю Получается, что так? Да, безусловно Это один из самых крупнейших фестивалей не только у нас в стране Не только в Европе, но и в мире Потому что участие такого количества звезд За 26 лет у нас было где-то 25 номинантов и лауреатов премии Грэмми Было бесчетное количество звезд и лауреатов различных других премий И я думаю, что еще впереди, конечно, есть кого еще приглашать Но о нас знают Нам ставят знак качества Самые высочайшие представители культуры И не только гитары Дело в том, что мир гитары Хоть и называется как мир гитары Но самое главное, что мы стараемся здесь показать Именно тот уровень, который существует в мире Уровень в разных стилях В джазе, в классике, в старинной музыке Это целый мир музыки, можно так сказать И, безусловно, вот эти представители знают, что в Калуге проходит форум Так назовем его форум Именно такого высочайшего уровня Несмотря на то, что уже 26-й фестиваль по счету Давайте, наверное, уточним, да, где он будет проходить Неспроста огромный монумент гитаре появился именно в областной филармонии Там все и проходит Вот мы получаем целую рабочую неделю Классной музыки по вечерам Какие дни можно выделить? Куда прям сходу пригласить калужаны, гостей города? Что вы можете выделить? Какая изюминка у этого фестиваля? Я приглашаю на все И когда меня спрашивают Какой концерт посетить, как ты скажешь? Я говорю, ну как родители могут сказать Дети, вот этот ребенок хороший А этот, ну, чуть-чуть-чуть Чуть-чуть еще не совсем Не дарился Конечно, каждый концерт по-своему хорош И когда мы его задумывали Мы сразу пошли по тому пути Что фестиваль должен быть разноплановый Разные стили Ведь гитара это самый популярный инструмент на планете Пожалуй, нет ни одного жанра, где бы не участвовала гитара От авторской песни, от самодеятельности Поэтому рок, джаз, фьюжн Да, поэтому все направления Каждый выбирает все Даже романс у нас был Русская семиструнная гитара Каждый выбирает то, что ему нравится И самое главное Наша задача, чтобы люди, вышедшие После концерта, с любого там Они говорят, я был на мире гитары И неважно, он слушал рок, они слушали джаз Это был такой же восторг, как и предыдущие 25 лет Да, да, да Скажите, ну от кого мы можем выделить? Что действительно будет изюминкой этого фестиваля? У каждого фестиваля есть своя какая-то, ну простите за молодежный сленг, фишечка И соответственно имена Мир гитары, это безусловно имена? Ну, во-первых, у нас будут имена истории, можно сказать, рок-музыки нашей страны Начиная с Советского Союза и сейчас продолжая Маргулис В России, да Это Евгений Маргулис, это Алексей Романов, группа «Воскресенье» Это безусловно Стас Наймин, такая личность, которая не только музыкант, продюсер, фотограф, организатор На Станислава Наймина можно попасть как раз-таки в предыдущие гитары И самое главное, что обычно Стас Наймина знает по группе Стаса Наймина Ну и одну из самых шлягерных песен, когда «Мы желаем счастья вам» и многие другие На самом деле он пишет еще и серьезную музыку Вот здесь у нас будет мировая премьера, его сюиты для гитары с оркестром Это будет действительно событием, да Сам автор будет здесь Многие спрашивают, будет ли он играть и петь Нет, он не будет играть и петь, потому что участвуют исполнители очень высокого уровня А он будет присутствовать как автор именно этой фииты и мировой премьеры Хорошо, это наша легенда Дальше по именам Дальше, конечно же, это безусловно приезжает у нас легенда стиля фьюжн Банни Брюнель Много из Испании, в стиле фламенко Но этот концерт не будет в стиле фламенко, как обычно привыкли к лужане Это будет концерт испанской музыки, но там будет звезда, голос фламенко, эсперанца Фернандес И зажигательная женщина Она будет исполнять произведение Мануэль де Фали, «Любовь к колдунье», это сюита из балета И исполнять она будет в традиционном стиле фламенко, кант и хондо Все обычно исполняют в манере классической, а она единственная в мире, кто поет именно в традиционной испанской манере Это абсолютно эксклюзив Возможно, так и задумывал Мануэль де Фали Возможно Я думаю, что так и было Но у нас есть возможность услышать это впервые В Калуге с 22 по 26, следите за расписанием, за афишей Поэтому даже то, что участвует звезда вокального искусства фламенко Вот это говорит о том, что мир гитары, он как бы не зациклен в рамках только мира гитары Мы показываем именно искусство в ее широком плане В разных ипостасях, в разных возможностях, в том числе и вокальном Это здорово Всегда есть место детям В этом году пройдет уже 13-й по счету детский фестиваль мира гитары Да, все верно Мы начинали мир гитары в далеком 98-м году именно с детского фестиваля Думали, что так и останемся Детским фестивалем сначала Калужский, потом приедут другие регионы И будем в этом направлении двигаться Но судьбе, видимо, было угодно, чтобы мы расширились, поменяли направление И вошли более широко Поэтому детский фестиваль мы делали, проводили как-то меньше, больше И не было той регулярности А вот уже 13-й год мы решили, что это будет регулярным детским открытым фестивалем Куда должны приезжать лучшие учащиеся музыкальных школ из регионов России И действительно к нам едут из многих регионов Олег Владимирович, а как они отбор проходят? Сейчас у всех сразу вопрос Но ведь много детей талантливых Да, много талантливых детей Поэтому мы доверяем школам, доверяем педагогам, которые отберут лучших своих учащихся Но каждый хочет показать лучшие свои плоды, свои деятельности На одного педагога, квоту, вот три воспитанника Да, квота есть у нас три человека, вот педагога Потому что если сделаем больше, то, конечно, мы будем слушать детский фестиваль все пять дней Поэтому он у нас проходит только один день И очень приятно, что вот в этом году мы стали лауреатами вместе с 15 компаниями из Калужской области Стали победителями президентского фонда культурных инициатив Впервые за 26 лет? Впервые за 26 лет, да Так сказать, иногда хочется сказать Ну, наконец-то за 26 лет нас увидели Но фонд еще молодой Поэтому я думаю, что мы будем участвовать И это только начало наших побед Вот вы стали победителями И какие возможности открываются? Там открываются только одни возможности Это финансирование проходит, финансирование И мы стали победителями только детского фестиваля Поэтому на этом мы закупаем сувениры Мы покупаем три гитары нашего калужского производства Ньютон Гитарс, которые здесь вот на Ники Мы тоже приходили с директором этого производства И тоже, так сказать, поддерживаем наших производителей Гитары действительно очень-очень хорошие Пока нам удается три гитары Но мы их решили распределить в музыкальные школы нашей области Хотя приезжает и Смоленская, и Московская, и Владимирская, и Брянская, и Тульская область Но вот решили, что в этом году мы все-таки передадим нашим калужским школам Сейчас проведем такой внегласный конкурс, кто получит Вот на эти средства от фонда мы делаем вот такие подарки детям Ну и потом такое внимание означает только одно Что признают на федеральном уровне Что вот значимость этого фестиваля переоценить действительно сложно Давайте вернемся непосредственно к самому фестивалю Естественно, всегда стоит вопрос Он международный фестиваль А будут ли калужане выступать? Да, будут выступать калужане Это, в первую очередь, симфонический оркестр Калужской филармонии Будут два концерта Один будет концерт в Обнинске И один концерт здесь, в Калуге, на закрытии Как раз с испанскими звездами Потом будет принимать участие у нас камерный оркестр Калужского дома музыки Тоже будет принимать участие и дети Я думаю, что на одном из вечерних концертов тоже детский оркестр Гитарный оркестр первой музыкальной школы тоже примет участие То есть мы пытаемся от детей до профессионалов Вовлечь в наше замечательное дело пропаганду гитары и великого искусства Вы сказали, будут выступать в Обнинске Но ведь мир гитары проходит исключительно в Калуге Что это значит? Вот так вот получилось, что нас просят показать наших участников фестиваля в других городах Мы раньше старались этого не делать, потому что это большая сложная работа И необходимо большое количество людей Но сейчас уже отказывать сложно, потому что уже обращаются администрации Безусловно, мы рады, что такое внимание к нашему фестивалю есть И они говорят, вот в Калуге проходят, а вот у нас ничего нет И поэтому в рамках фестиваля кто-то из наших исполнителей Мы делаем такую выездную, так сказать, бригаду, если так назвать языком музыкальным Мы делаем выездную бригаду, когда выезжаем в разные города Так и будет у нас выступление в Обнинске У нас будет выступление... В Обнинске какого числа? 18 мая Да, 18 мая в Обнинске в Доме ученых с нашим Калужским симфоническим оркестром Там такая красивая классическая программа Такая камерная атмосфера, я причем даже сказал бы Скажите, какие еще города? Владимир, какая дата? 25 число у нас будет выступление, два выступления Одно во Владимире, это во Владимирской филармонии и в Туле, тоже в Тульской филармонии А в Туле какого числа? 25-го, только разные исполнители будут И один из концертов пройдет в клубе Стаса Намина в Москве Это завершающий концерт 26-го числа И 27-го все уже уезжают домой Хорошо, ну и соответственно мы как всегда по традиции увидим какие-то уникальные музыкальные коллаборации Которые образуются именно во время фестиваля Миргитары То есть никогда больше за рамками фестиваля музыканты не объединяются? Нет, не объединяются И пример тому будет в среду, когда у нас идет фестивальный джем Где будет выступать группа, называется Fusion Holiday Праздник в Южно, где будут музыканты из четырех стран Россия, Америка, Франция, Куба Все это объединится на нашем фестивале Еще они выступят в Владимире, Москве и все И каждый раз едется по своим домам, по своим городам Внесет с собой частичку Калуги Три причины, почему стоит пойти на Миргитары Вот специально от Олега Акимова Потому что это красиво Раз Потому что это еще раз красиво И потому что это необходимо сделать в конце весны и началом замечательного лета Поднять себе настроение, сделать праздник Потому что Миргитары действительно праздник И каждый найдет в нем свою частичку того, что ему нужно А мы еще раз напоминаем, что с 22 по 26 мая в Калуге пройдет уже 26 по счету Международный фестиваль Миргитары Это будет легендарно Присоединяйтесь Интересно Субтитры сделал DimaTorzok